А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно великих спонсоров. Это у нас Дикая Улитка, Russian M.P.R. Ball, The Azazelius, Reiner Sarkoza von Richter и Versal Air. Если вы хотите тоже поддержать канал, получить крутые бонусы и попасть в эти списки, то внизу есть кнопочка спонсировать, а также ссылку, у кого кнопка не работает. Если у вас появляются какие-то вопросы или проблемы, то пишите мне вконтакте. Разберемся. Франция изменила свою внешнюю политику. Президент Франции объявил о серьезных переменах во французской внешней политике, которая включает в себя тщательный разбор стратегических союзов и политических партий, сделанных предыдущими администрациями. В частности, будет внимательно изучена сеть союзов, связывающих Францию со странами Восточной Европы. Многие наблюдатели считают, что это означает ее будущую ликвидацию. Первые лица государства Польши, Чехословакии и Королевства Румыния пока отказываются от комментариев касательно этого инцидента и возможных реакций на него. Мы не позволим тянуть себя в очередную войну через какой-то глупый союз. Поэтому мы сделаем свой союз, и он будет уже не таким глупым. Всем привет, с вами, как всегда, Эмбра, и мы продолжаем играть за Францию в новом дополнении. Наш союз будет называться Латинская Антанта. Нельзя отрицать, что государства и наследники Римской империи объединены братством. Германские народы Европы слишком долго правили континентом. Пора нам вернуть себе свои права по рождению. Ну что, согласны со мной? У нас будет новый правитель, который даст нам поддержку войны и также затраты на командующих. Снизит. А сейчас наш дает только прераспалит власти и влияние мнения. В общем, выходим к Антанте и быстрее занимаемся Италией, пока она не вступила в ось. Насчет Испании. Здесь республиканцы проигрывают. Здесь у нас, в Французской Испании, это нейтралитет. Опять же, как я говорил, скорее всего, этот фокус не пройдет. А помогать мы не можем никак особо. Конечно, немного странновато. Вот, допустим, разрешить добровольческую работу. Подкрытое решение запретить добровольческую. А, все участники гражданской войны в Испании получат людские ресурсы, исходя из относительной силы их идеологии во Франции. Стабильность упадет в поддержку войны. Все участники. Или я, может быть, там смогу выбирать, кому оказывать помощь. Стабильность можно потерять. Мне кажется, что сейчас вникать в гражданку Франции себе дороже, как в политическом плане, так и в экономическом. Я думал, там сможем напасть на одну из сторон, но нет. Возможно, из-за того, что мы не граничим с республиканской Испанией, потому что именно там, скорее всего, и на нее работало решение о нападении на нее. Поэтому, ладно, забиваем. Буду думать, что делать с этим фокусом, потому что, скорее всего, он будет недоступен, как я уже и проверял. Если франкисты выигрывают, то фокус блочится. Делать союз, будучи фашистом, мы можем только с республикациями. Как-то вот так вот. Ну, а что мы еще делаем? Флот я сюда вот перегнал. Сейчас буду выделять подводные лодки. 16 штук. Это мало, поэтому сейчас мы делаем вот так. Это достроится, будут делать подводные лодки для этой флотилии. Здесь все очень скудно. А, вот же флот. Все нормально. Во, теперь более-менее средиземный. И нужно копить сейчас горючее. Я же тогда убрал с тренировки наш флот, потому что горючее просто в ноль ушло. Значит, давайте еще возьмем вот это вот. Ну, и наблюдаем за рейхом. Кстати, он там взял уже аншлюз. Скоро он там выйдет уже к Италии. Нужно быстрее ей заниматься. Потеряли мы очень много людских ресурсов на гражданской войне. Самое обидное, что мы потеряли еще и дивизии. Половину дивизии, в которых были людские ресурсы в большом количестве. Хочет ограничить перевооружение флота. Условия приемлемы, либо же забьем на это. Знаете, хоть мы сейчас такие плохие ребята, но я не хочу себе создавать проблем. Да эти условия мы в принципе можем выполнять, это не будет для нас критично. Поэтому эти условия приемлемы вполне. Господи, ничего страшного. Не понял, что? А, Италия гарантирует нашу независимость? А, подожди. А зачем? Что? Слушай, ты сначала Албании гарантируешь независимость, потом ты на нее нападаешь. Ты мне начал независимость гарантировать. Слушай, давай без... Мы там что-то дружить с тобой собираемся. А то знаю я эту Италию. Так, запросы о продаже самолетов. Давайте-ка будем продавать тактические бомберы, заодно мы получим фабрики. Ага. Мы их все равно не производим. Мы вообще самолеты сейчас не делаем, поэтому как бы почему нет? Инфраструктура здесь везде повредилась. Ладно, давайте-ка будем сейчас строить военные заводы. Она сама по себе как-нибудь построится. Вот здесь. Это для нас сейчас самое главное. Латинская танта готова. Теперь выходим мы. Подготовить компенсацию для Италии. В прошлом наши нации порой враждовали из-за крошечных кулачков в пустыне. Это недоразумение легко остановить. Мы можем быстро найти решение, подходящее нам всем. Государство Франции должно утвердить соглашение, чтобы бонусы начали действовать. Италия останется владельцем региона Французский берег Сомали и получит контроль. Французский берег Сомали это... Вот это дело. Я не вижу никакой ценности в этой вот провинции. Да, тут контроль Оденского пролива. Все круто. Красноморье под нами. Из-за одного этого кулачка. Но... Мне кажется, что отдадим его Италии и этот кулачок уже станет за нами. Весь. Огромный вот этот вот. Поэтому ничего страшного в этом нет. На союзника такого я готов. Даже больше отдать. Минус 0 политвласти. Беда. Плохо. Ну что поделать. Мы Франция. Япония выходит из морского соглашения. А мы нет. Это мы тут хорошие оказывается. Значит, еще момент. Я наши сейчас дивизии перевел. Так, дивизии танков. Я вот эти вот танки были мелкие. Перевел вот эти вот танки. Также нужно вот эти вот две звездочки перевести. Где звездочки? А, невероятно здесь. Вот две звездочки. Ну стойте. Просто дело в том, что вот эта звездочка и вот эта каска, они одинаковые абсолютно. Поэтому, чтобы не путаться, я как бы все под один. Значит, ячейка исследований есть. Выйти в артиллерии? Да не, спасибо. Давайте, может быть, сюда тоже мы не выйдем. Нам нужно выйти, пожалуй, в ПТО. Да, давайте будем его заранее изучать. Просто мы не выдержим напор Рейха, если не изучим ПТО. Хотя бы так вот чуть-чуть в поддержку его положить, лишним и не выйдем. Потому что мы своими легкими танками, хотя для старта игры они прокачаны, посмотрите, на троечку. Это офигенно. Но все равно мы не пробьем танки. Даже средний, скорее всего. Италия выходит из соглашения. А мы до последнего будем в соглашении сидеть. Лишь бы флотом не заниматься, да? Флота, кстати, там более-менее у нас. Скоро эта штука достроилась. А, все, достроилась уже эта штука. Как мы сейчас сделаем? Надо выделить вообще-то подводные лодки вот таким вот образом. Оперативное соединение 1. И ставим эти самые подводные лодки. Я бы не прочь, может быть, тебя прокачать? Подводная ты лодка. Что тебе здесь можно поменять? Минная война? А нет, давайте без мин будем. Торпедами просто. А, ну, тебе можно поставить торпедный аппарат 2. Во, теперь это пожестче у нас подводная лодка по двигателю. Ну, только так. Все, вот это уже другое дело. Давайте ставим ее. И оперативное соединение 1. Все, работай. Сейчас восстанавливаем свой людский ресурс потихонечку. Они там растут более-менее. И национализируем земли Северной Африки после того, как мы Италию сейчас примем к себе в Альянс. Через предложение Блюма Виолетта. Мы разберемся с Северной Африкой. И получим контроль над этими землями. Мы уже полные. Бенитто Муссолини соглашается. Президент Франции триумфально возвращается из Италии, убедивший, что Бенитто Муссолини соглашается подписать предложенный договор. Теперь остается лишь формально передать наше владение Восточной Африке Италии. Это небольшая цена. Согласен. О, кстати, добровольцы здесь есть, не можем видеть. Если нам вообще не надо идти, можно взять на производство бонусы. Да, давайте... А хотя у нас сейчас с ним все более-менее в порядке. На самом-то деле, да. Выйдем к людским ресурсам. Гражданство Французской Республики должно быть доступно каждому, кто подходит для него. Многие наши верные подданные в Алжире хотели бы стать полноправными гражданами. Но до сих пор им этого не дозволяли. Дав им гражданство, мы заметно сблизим Алжир и Францию. Хорошо. Там еще протест опять будет перерастать по насилию. Я уже привык к этим ивентам, которые гасят нам стабильность и политвласти. Так, авиацию ставлю пока здесь вот на оборону в Северную Францию по дивизиям. Сделал я наши основные дивизии более способными обороняться. Добавив сюда одну каску и превратив их в двадцатки. Это самая такая идеальная дивизия для обороны в данном случае. А рота пусть стоит для урона чисто. И саперку добавил, чтобы уже, ну, как бы тоже для обороны пригодиться. Потом я подкоплю сейчас доп. снаряжение и возьму разведку. Кстати, можно взять и легкобронированную роту разведки. Или моторизированную. Да, он, кстати, хороший бонус нам даст. Или вообще можно просто бронированную взять. Вау. Но вот моторизированная дает хорошую защиту. Я думаю, это будет вообще неплохо. Это дает броню 5,3. Прикиньте, можно обычным пехотным дивизиям накинуть 5,3 брони. Вот такая вот дивизия имеет бронебойность 4,4. То есть, если рейх будет иметь вот такую вот дивизию. Я засуну сюда бронированную роту разведки. И броня станет 5,3. То рейх не сможет пробить наши самые обычные пехотные дивизии. Вы представляете, какая это имба. Офигеть. Но у него не будет таких дивизий. У него там дивизии полной артиллерии. И ПТО, скорее всего, тоже там будет присутствовать. Поэтому против рейха это будет бесполезно. А вот против стороны, которая послабее. Вот это реально будет жестко. Особенно на старой те игры, когда паронебойность у всех такая низковатая. То это реально будет играть очень большую роль. А для этого нам там нужны танки. Слушайте, а если поставить? Или пока стоит моторизированную поставить? Чисто для защиты, знаете? Давайте пока поставим моторизированную. Потому что она дает защиту. А танковая дает помимо брони. И еще, что немаловажно, это прорыв. Прорыв нам уже нужен будет, когда мы пойдем в атаку. Я не думаю, что мы здесь будем идти в атаку. Да и не думаю, что рейх пробьет Мажино. Протесты перерастают в насилие. Ну, отдаем политвласть. Минус 47. Супер. Италия, кстати, может даже забрать лидерство над альянсом. Потому что у нас не хватает просто военной мощи. При досаде гражданства. Для республики немыслимо, чтобы люди, жившие на ее территории, не могли стать ее гражданами. Это пора уяснить всем. Но именно так у нас сейчас и обстоят дела. Надо немедленно это исправить. Людские ресурсы на Национальной провинции плюс 3%. О, отлично. И 240 людских ресурсов у нас сейчас. ПТО готово. Давайте-ка дальше мы посмотрим, здесь можно выйти. Нет, все еще идет, превышение. Давайте-ка прокачивать разведку и саперку. 18 тысяч пехотка у нас уже есть. Давайте-ка я уберу пятерку, поставлю сюда, вот чуток, сюда, сюда. Машинок много надо. Вот так давайте. И совсем скоро буду делать новые дивизии. Также нужно будет помогать Италии расставить дивизии здесь. Вообще можно туда переслать эту девятку. Это ж колониальные дивизии, самые слабые, кстати, давайте-ка их отметим. Чем можно их отметить? Типа, о, убийцы, танки, скелет, череп. Но на самом деле, давайте поставим просто клевера вот этого. Это чисто и дивизия на удачу. Значит, дальше мы выходим в прокачку саперки. Что мы можем посмотреть по нашим разведчикам? Так, ты у нас тут стоишь, отдыхаешь. Можно усилить идеологию фашизма в третьем рейхе. Пропаганду провести, чтобы убавить им стабильность, поддержку войны. Дипломатическое давление. Ну, давайте посмотрим тут. Чтобы здесь нам что-то провести, нам нужен второй шпион. Но нам нужно как бы еще прокачивать это все дело. А я, кстати, этим не занимался. Вообще, никак. Давайте-ка будем, наконец-то, этим заниматься. Обучение агента. Давайте-ка возьмем вот это дело. Завербуем одного агента. Потом я начну прокачивать еще и исследования. Просто весь упор был как раз в строительстве военных заводов. Уже, кстати, у нас просто 15. Фиговенько. Тут три дивизии клевера есть. Это не круто. Поэтому давайте переведем их в обычные. Да, только опять нужно все остальное производить. Ну, ничего, занимаемся потихонечку. Так, кстати, я там не обратил внимания, то, что у нас подводные лодки от этой флотилии стояли тут. Теперь их 34, потому что я их сюда перегнал. Но все равно это мало. Нужно делать еще. 34 это очень мало. Давайте их поставим, пожалуй, вот сюда вот. А ты стой тут. Отлично. Ну и сейчас продолжаем все это дело производить. Строим потихонечку военные заводы. По решениям, что здесь можно сделать? Задействована особая оговорка. Одно из государств подписавших соглашение решило больше не соблюдать его условия. И, наверное, уже строит новые, более мощные корабли. К счастью, условия соглашения позволяют нам автоматически задействовать в таком случае особую оговорку, ослабляющую ограничения на размер кораблей и вооружений для нас. А, там мне все равно. Я этим не пользуюсь. У меня там вообще впритык десятка стоит. Зовите правах на восточные территории. И куда ты прешь? Ну там Литва пока что. Мне кажется то, что мы будем Польшу, Чехословакию брать в свой альянс. Югославию, кстати, возможно, тоже. Так, дальше. По производству пока нам это не надо. Сюда вот тоже я, пожалуй, выходить не буду. Нам нужно, наконец-то, изучать сейчас экономику. Девальвация франка. Пока другие страны пытались помочь экономике, позволяя своей валюте терять ценность, мы твердо отказались идти на подобный шаг. В результате наша экономика оказалась в числе отстающих. Если мы хотим повысить конкурентоспособность и выдержать грядущую бурю, мы не должны упускать возможность девальвации своей валюты. Даже если это окажется непопулярным решением. Стабильность на 5 упадет, но мы получим больше фабрик. Берем. Пока сейчас я не беру обороны, либо же нападение. Если нас Рейх пробьет, я возьму оборона. Если нам будет, на удивление, хорошо, то я возьму нападение. Так, вот сейчас Рейх хочет потребовать Советскую область. А горит то, что Рейх обоснован претензию на нас или наших союзников. А мы что, гарантием что ли? Нет. Почему? Это пишется. Мы не гарантием Чехословакии, вы что? Какая мне разница? Ну я, скорее всего, буду помогать ей, ребят. О, подводит Италию сюда свои войска. Значит, грядет какая-то буря. Как минимум. Просто мне кажется, что Чехии стоит помочь. Серьезно. Он, кстати, ее гарантиет еще и Великобритания. Взять ее в наш альянс, возможно, то же самое стоит сделать и с Польшей. Потому что рано или поздно Рейх нападет еще и на нас. А если мы сделаем это как можно раньше, то Рейх офигеет просто. От того, что тут еще и с нами воевать придется. Да править у нас намажено вряд ли сможет. Плюс поддержка еще Италии. Нам бы как-то пробить. Девальвация франка готова. Давайте-ка, далее что возьмем. Стабильность можно поднять. Подчинение. Давайте-ка поднимем стабильность. Хотя стоять, какой стабильность. Давайте-ка лучше максимально стабильность производства. Темпы исследования промышленности и рост стабильности производства. Вот. Нам это дело вообще стоит поднять. Тут, конечно, уже производство впритык стоит. Но это бы производство я бы разогнать не отказался. Давайте начнем делать новые дивизии. Хоть там не хватает у нас. Снаряжение. Вот 12-ку я, пожалуй, поставлю вот сюда, наверное. Тут хватит, наверное, 24-ки. Вот. И резкие ресурсы я буду держать в запасе. Пока, я думаю, этого нам хватит. Германия предъявляет свои права на Судецкую область Чехословакии, где проживает значительное число этнических немцев. А нагречане ясно дали понять, что не собираются воевать из-за раздора в далекой стране. Стоит ли нам посоветовать их примеру, или мы предложим Чехословакии помощь в силу соглашения между нашими странами? Ау, во как получается. Великобритания больше не гарантирует Чехословакию. Он такой, давай я тебе помогу. Не бойся. Сейчас Рейх испугается меня и не нападет. А тут бац, и все, Великобритания убежала. Вот так вот у нас политика строится. Предоставить Чехов их судьбе. К черту англичан, фразузы друзей не бросают. Так, стабильность вступит в наш альянс. 200 политвласти. Да была не была, господи, мы и так в минусах таких сидели политвласти. Мне уже все равно просто. Минус 245. Даже взять, понимаете, хотел взять там на наступление. Можно потом взять плюс 10 процентов. Хочется что-то здесь там взять. Ага, да, сейчас, конечно. Ну и что, Судетский кризис. Все, помогаем Чехам. Италия в войну пошла. Ох, сразу атаковать Италия пошла. Стоять. Так, а что мы здесь? Нужно нарисовать план, чтобы получить бонус от него. Можно позвать в альянс Румынию. Конечно, добро пожаловать. Так, теперь Румыния, пожалуйста, возьми вот эти свои войска и... Ой, правильно, правильно. А, мне походу показалось. Возьми войска и сюда подведи к Чехам. Или по морю сбрось, переброс их чуть-чуть хотя бы в Италии. Так, ну вот, да, я вижу, ты перевозишь их. Все, помогай тогда. Много, понятное дело, не надо, потому что чтобы истощения не было. Значит, что мы тут берем? Оружие. И здесь максимум поднятили. Давайте производство просто поднимем, полезнее будет. Сейчас так поднимемся. Так, по авиации я ставлю ее на атаку. Наш флот, я не знаю, стоит ли флот вытаскивать в Ла-Манш, если у нас нету прикрытия в Ла-Манш авиации. Есть только вот 24 морских бомбера, и как-то на этом все у нас. Давайте-ка их, кстати, сюда поставлю. А, тут мы цепляем помаленьку. Цепляем слабо, давайте, ладно, в Ла-Манш поставлю обратно. Так, пытаться нужно как-то здесь пробить. Пробить? Я сделал оборонительные дивизии, а нас Рейх не атакует. Италия все-таки сюда подошла и такая, мы будем тебе помогать. Вообще пофиг на все. И Рейх сакует, боится просто на нас сейчас нападать и убиваться об нас. Ясно все, с ним понятно. Давайте-ка сейчас, кстати, поддержать эмиграцию. У нас дух полная занятость, можно убрать. А нас дух полная занятость, это у нас факторы военнообязанных минус 25. Давайте-ка, знаете, что мы сделаем лучше? Возьмем ставку на нападение и будем идти дальше сюда вот. Да, так и поступим. Вижу то, что Рейх нас не атакует, значит мы будем атаковать. Тут огромная река протекает, мы ее не пробьем. А если мы сейчас так вот поступим? Я чуть больше наших войск перетяну вот сюда вот. Истощаться мы здесь не будем? Нет, не истощаемся, конечно, там вообще прекрасно все. Пусть здесь Италия стоит. Я даже, знаете, вот так поступлю. Еще короче сделаю. Конкретно я поставлю их там, где можно нормально атаковать. Тут я все отдам Италии. Если Рейх начнет атаковать, у него ничего не получится, потому что опять же река. И у нас 10 из 10 здесь укрепление. Поэтому что попробуем сейчас? Атакуем. Пошел. Ой, хорошо как. Ё-моё, как же хорошо. Сейчас пробьем еще Рейх. Ха, я делал оборонительные дивизии. А можно ачивку за это? Не дают? Ну ладно. Ха-ха, я делал оборонительные дивизии. А оказывается, мне нужно было готовиться к нападению. Так, а пробиться мы здесь сможем? Там троечка стоит. А ну давайте еще. Двойку пробиваем. Господи, как же это офигенно. Все мои планы просто испортились. Я думал, сейчас в обороне буду стоять. Ты шепотно сейчас будет. Вообще капец. А ну вон что происходит. Ну хотя пробиваться я бы не сказал, что прям сильно легко. В резерв. Восьмерочка здесь. Сейчас здесь уходит. А если вынужден атаку, сейчас прожмем. Смотрите. Все равно тяжко идет. Потому что здесь три дивизии, но у них оборона огромная. О, две. Пробиваем. Че в Чехословакии вообще ее не трогают? Тут итальянцы держатся. Вообще границы не поменялись. Ну это отлично. Ну при помощи румынов теперь точно здесь не пробьют у нас чехов. Сколько там у тех, кстати, дивизий? 47. 27 еще у Румынии. У третьего рейха просто не хватает дивизий, чтобы атаковать такое количество дивизий. Какими бы они качествами там ни были. Блин. Не проконтролировал то, что сейчас сюда подошли войска. А ну давай атакуем сюда вот. Убиваемся там нормально? Да, вообще по красоте. Сейчас давайте-ка я так вот сделаю. Машинки нам уже в таком количестве не нужны. Во. Допоснащение нужно сделать. Пробьем тогда здесь двойку. Маневрные бои. Господство в воздухе. О, кстати, неплохо так. Но мне нужны именно маневрные бои. Темпы следования скупотной доктрины. Это у нас теоретик будет. Максимальная скорость бронетехники. Автотранспорт. Скорость производства минус 10%. Еще транспорт. Еще транспорт. Может на авиацию все-таки выйти, а? Ну не, мы может быть и будем танки делать. 12 дивизий есть. Не хватает там у нас допоснащения. Ну ладно, давайте поставим их. Так, давай сюда. Короче, что я сейчас думаю? Эти дивизии я хотел послать сюда вот, чтобы помогать Италии. Я вижу, что он там с вами справляется в обороне. А атаковать сюда по горам, это будет слишком дорого для нас стоит. Поэтому я что сделаю? Я их поставлю сейчас вторым слоем и будет сюда вот. Вот так, иди. Прокачать этого нельзя? Нет, нельзя. Тебя тоже нельзя. Ну ладно. Я хотя бы, кстати, Фельда прокачал на атаку. Хоть тут копчиком почуло, что пригодится. А то больными в оборону шли. Оп, встали. Так, теперь мы можем на эту провинцию напасть с двух сторон. Тем самым расширив ширину фронта. И сюда вот просто входит больше дивизий. В теории. А ну держись. Слушай, не можем пробить. А если сюда вот атаковать? Оп, двоечка пробиваем. Так, я тупо контролирую. Пакт молотой Риббентропа. Зога подчиняется Италии. Ага. Контролирую ротацию. Так, вроде все нормально. Вроде все хорошо здесь. Есть. Встали, отлично. Теперь давайте-ка сюда вот пройдем. Не, ну если закатлим, то это будет просто очень вкусно. Единичку возьмем эту. Ну-ка стоять. Двойка там уже. Ну да, здесь через реку пробить, конечно, это такое наслаждение. Если у нас еще закончилось горючее, а у нас там вообще-то танки есть и тому подобное. Но сейчас я не буду уходить сюда в топливо, потому что у нас есть вещи, которые можно изучить и поважнее. Кстати, возможно, это не строительство, а что-то здесь можно изучить. Артиллерию, допустим. Да, давайте-ка ее поднимем. Так, короче, здесь пока постоим. Не хочу сейчас сильно убиваться. Ох ты, господи, там чехи атакуют еще. Офигеть. Что-то не ожидал я такого от них. О, здесь пробивают. Я думаю, лишнее она здесь точно не будет. Ну-ка давай, беги сюда. Потому что что-то вижу пробить, и, знаете, опасно как-то. О, чехи пробивают Германию. А чем мы здесь занимаемся? Ну-ка, хватит баловаться, давайте атакуем. Так, ну-ка давай, попробуй, кстати, на оборону. Только попробуй. Оп, идят. Куда пошел? Ну, убиваемся мы об них, конечно, сильно быстро. И вот просто сдержать движение войск противника, это нелегкая задача. Давайте-ка выйдем сейчас уже, наверное, сюда. Скоро встретится военные заводы в Верфее. Но меня конкретно интересуют именно военные заводы. Опа, котел. Сюда. Ну, вроде да, вроде котел. И закрываем эти шесть дивизий. Все, вот сейчас Рейху будет реально больно. И план сюда вот, чисто для бонуса. Тут отбили их, тут стоят. Отлично. Так, теперь мы это закрываем. На Польшу напал Рейх, и он автоматически вступил в наш альянс. Слушайте, я даже ничего не нажимал, она сама просто это сделала. Посмотрите, какой альянс теперь красивый. Я и не против, в принципе, почему нет. А что-то у нас в Китае? О, Китай сформировал объединенный китайский фронт. И посмотрим, как Япония здесь будет хорошо воевать. Ну что, давайте, три дивизии осталось. Закрываем. Кстати, еще момент, то, что там гарантия у нас Великобритания-Польшу. Она решила вступить в войну против Рейха. То есть они не в альянсе, но при этом гарантии хотя бы здесь она соблюла. Это хорошо. Можно отправить пытаться наш флот. Подводные лодки я, пожалуй, отправлюсь сейчас сюда. Вот пытаемся, давайте. Чисто гасить конвой Рейха. Так, а ты давай ударное соединение. Все, будем сейчас пытаться здесь мучить Рейх. Двоечка, пробиваем, помогай. Будем сейчас потихоньку здесь проходить. Еще, я сейчас же произвожу ПТО. Вот это вот, но буду его еще чуть пораньше поставить. У нас тогда были проблемы другие. Другого нехватка была. Сейчас мы его поделаем чуть-чуть. А ну, иди давай-давай-давай. Даже тебя сейчас прокачаем, чтобы было какая-то польза более ощутимая. О, итальянцы первые сюда встали, помогли нам. И давайте сюда вот атакуем. Блин, не получается, ладно, стоим. Дождем тогда просто. С ПТО будет попроще пробивать технику Рейха. Ну, ее сейчас, кстати, на старте игры не так уж-то и много. Но она все же есть, и она все же нам мешает. А если мы там дальше пройдем, то Рейх, думаю, больше техники перешлет именно нам. Опа, котел. Смотрите, что полики творят. Пять дивизий просто здесь закрыли. А еще бы ты встав бы сюда, и это был бы котел. Вот этого, конечно, не сделали-то. Так, бонус к атаке от артиллерии. Давайте возьмем его. Ну, слушайте, неплохо. Мы сейчас быстро с Рейхом разберемся, я чувствую. Как-то я его переоценил. Ну, знаете, лучше переоценить, чем недооценить. Мы сейчас в любой момент можем просто взять и выйти в атаку, переделать нашу дивизию и все. Зато не так это и опасно. Чем сразу идти в атаку, понимая, что сейчас на тебя будут нападать. Давайте-ка выйдем куда. Пожалуй, поднять нужно популярность нашей партии. Не знаю, стабильность она сильно поднимет. Не думаю, конечно. Но все равно, хоть там пять процентов пусть будет. Пробуем еще раз атаковать. Да, сейчас все получится. По пехотке как у нас там? 29 тысяч, я думаю, убрать пятерку, поставить сюда вот так вот. И закупить Вальфрам у Португалии. Удивительно, у нас не хватает ресурсов. Чехи теперь пробиваются, потому что фронт расширился из-за большей рейх. Чем ты просто думал? О, Познан захватил. Это великая победа. Он, походу, только на это и рассчитывал. Так, тройку выгнали. Ох ты, господи. Этих давайте удерживаем. Тут атакуем. Давай. Четверка. Ну, мы их не можем так удерживать. Потому что быстро убиваемся, войска противника. Еще раз пытаемся. Авиация как все здесь чувствует. Ну, у противника ее, понятное дело, больше. Ну, а тут, кстати, нормально по происходству. Прям хорошо так. Но все равно истребителей у рейха больше, понятное дело. Так, получилось здесь пробить. Давайте какую-то тройку сейчас уничтожим. И будем двигаться дальше. Вот прям по реке здесь встали. Вот прям по рейну. О, о, куда ты там ушел? Не остановил я дивизии. Дать промо здесь вот пробить. Ну че, как оказывается, рейху жить долго не осталось. А значит то, что это наш не главный враг. А какой будет дальше враг, мы скоро уже узнаем. Ну а пока, давайте-ка хотя бы разберемся с этим врагом. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, в нем еще галочку, чтобы не пропускать больше новые видео. Скачивайте моды на Русмюзике из нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене, либо же делитесь интересными моментами. Оформляйте спонсорскую подписку по ссылке в описании. Там же еще есть кнопочка. Оформив ее, вы получите крутые бонусы. Также возможно со мной разговаривать на стримах. А еще сидите на наших серверах в Дискорде. Там общаемся и играем в различные мтплеерные партии. Ну что ж, с вами был Эмбра. Спасибо большое за просмотр. До встречи.